АЛЬМЕТИСК Городской пляж, каким он будет и чем порадуют жители и гостей Альметьевска. В преддверии открытия на вопросы журналистов ответил глава района. Телефонные мошенники атакуют. Сразу три жительницы Альметьевска попались на удочку злоумышленников. Настоятельно рекомендую перепроверять любую информацию, поступившую к вам от мошенников. Представители Единой России сдали в ЦКРФ списки кандидатов в депутаты Государственной Думы 7-го созыва. В процедуре принял участие уполномоченный представитель партии, второй номер в республиканском списке Единой России Марат Ахметов. Подробности далее. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации заверит списки в течение 7 дней. После этого кандидаты партии «Единая Россия» по одномандатным округам смогут сдать документы в окружные комиссии. В течение 10 дней после заверения списков их зарегистрирует Центр избирком. На этом процедура регистрации считается завершенной. Центральная избирательная комиссия документы были приняты на изучение, на рассмотрение. Надеюсь, все будет нормально. Но татарстанские представители на предстоящие выборы идут профессиональной командой. У нас республика очень динамично развивающаяся. Мы намерены активно заниматься и законодательной, и общественно-политической деятельностью в жизни России. Нам очень важно еще больше усилить позиции Татарстана на общероссийском фоне экономики и политики. И поскольку субъект такой динамично развивающийся, мы таковыми и должны быть. Напомним, что 27 июня на съезде в Москве «Единая Россия» выдвинула списки кандидатов в депутаты. Татарстанская территориальная группа стала одной из наиболее многочисленных. В список вошло 14 кандидатов. Возглавил его президент республики Рустам Мениханов. Еще шесть кандидатов от партии будут баллотироваться по одномандатным избирательным округам. В шестом созыве Государственной Думы Татарстан представляли 13 депутатов-единороссов. Региональное отделение «Единой России» рассчитывает увеличить это число. Эдуард Прокопьев, Альмеческ ТВ. Уже завтра, 13 июля, с участием президента республики Татарстан Рустама Мениханова, в Альмеческе произойдет самое грандиозное событие этого года – открытие преобразившегося городского пляжа. Эта уникальная зона отдыха не имеет аналогов не только в республике, но и во всей стране. В этом убедились и местные СМИ. Для них накануне была организована обзорная экскурсия по всем объектам городского озера. Затем прошла пресс-конференция с участием главы Айрата Хайрулина. Все подробности у нашего корреспондента. «Уникальный» – это слово чаще всего повторялось на пресс-конференции, и оно наиболее точно отражает суть масштабного проекта. Городской пляж многие годы находился в запущенном состоянии, а сегодня он приобрел новый облик. Пляж станет излюбленным местом отдыха не только для альметьевцев, но и для гостей города. Здесь обустроены зоны как для детей, так и для взрослых. Настоящий курорт в центре города. Игровые и спортивные площадки, скалодром, веревочный парк, спрей-парк, вейк-парк, пункт проката катамаранов, каворкинг-кафе и множество важных элементов для комфортного семейного отдыха. В первую очередь мы сделали максимальную возможность, чтобы вся часть городского озера, самого пляжа, она была максимально доступной и сплатной для всех социальных категорий наших граждан. Потому что отдых – это неотъемлемая часть жизни всех нас, работников. Профессиональный вейк-парк для занятий кабельным вейк-бордингом в будущем должен стать местом проведения соревнований международного уровня. В зимний сезон он будет служить тренировочной площадкой горнолыжников и сноубордистов. На территории вейк-парка возведен двухэтажный павильон, в котором можно будет посещать тренировки по фитнесу, заниматься йогой. Городской пляж оборудован спасательной вышкой, раздевалками, лежаками. Завезен новый песок белого цвета. Два берега озера соединил новый мост. И какой же летний отдых без бассейна? Открытый бассейн расположен неподалеку от самого озера. Важно отметить, что этот масштабный проект не состоялся бы без поддержки президента республики Рустама Миниханова. Я в приветственном слове обратился к президенту от имени всех жителей. И мы попросили продолжить эту программу «Парк Хриспель» в 2016 год. На что президент не уносно отреагировал, где он в своем выступлении. Он сказал, что эта программа будет продолжена, но как бы несколько изменений она будет с вами свободой. И вот, собственно говоря, его слова, они воплощены в этот прекрасный шикарный объект, который можно видеть, пользоваться. Айрат Хайрулин отметил, что работа выполнялась большой командой людей – дизайнеров, проектантов, поставщиков, строителей. Они работали круглосуточно, чтобы все сделать максимально удобным и доступным для отдыха горожан. Всего были задействованы 62 организации. Это большой-большой комплекс строительных организаций, поставщики оборудования, которые являются лучшими в своем деле. Здесь мы, правда, еще пока ночное освещение запускают в тестовом режиме, вы тоже ночью все это увидите. Уникальное освещение, которое преображает сам объект в ночное время года. Уникальная брусчатка, которая не имеет аналогов и на цепогодное использование. Наш земной шар, который был использован в новогодних мероприятиях, нашел, наконец, достойное место. Заместитель руководителя исполкома по строительству Айрат Мухамедзианов отметил, что сегодня на городском озере завершаются доводочные работы, испытания оборудования. Месяц подготовительных работ – это начало апреля, начало мая. Завоз материалов, укрупненная сборка аттракционов на базах патриотиков. Два месяца основных работ. Вот за три месяца этот объект построен. Многие годы вода городского озера не была пригодна для купания. В этом году удалось решить вопрос по герметизации выгребных ям и ликвидации сточных труб в поселке Петуховка, по которым поступали канализационные стоки. Мы все это проверили, забрали, просто элементарно брали анализы, и где-то все это показало, что выше цела Петуховки поступления никаких нет, вода как бы соответствует нормативу. Также руководитель департамента экологии рассказал, что в городском озере будет применен оригинальный штамм одноклеточной зеленой микроводоросли. По словам специалистов, зеленая микроводоросль хлорелла будет насыщать водоем кислородом и, удаляя из него излишки углекислого газа, предотвращать цветение воды. После сдачи объекта городской пляж будет передан на обслуживание в управлении ресурсами Альметьевского района. Руководитель предприятий Алексей Лазарев озвучил ценовую политику. Пляж с лежаками, светодиодные качели, пляжный волейбол будут бесплатными. Вейк-парк, скалодром, веревочный парк, открытый бассейн и катание на катамаранах станут платными. Но ни о каком зарабатывании денег на этом объекте речи не идет, подчеркнул глава Айрат Хайрулин. Задача – лишь покрыть эксплуатационные затраты, обеспечив максимальный уровень безопасности для населения. Людмила Воронина, Алса Гатаулина, Эльдар Гемаев, Альметьевск ТВ. А мы напоминаем праздничную программу открытия городского пляжа. В 12.30 начнутся клубничная ярмарка и фестиваль красок. В 13.30 – торжественное открытие пляжа с пенным шоу и показательными выступлениями спортсменов. Флайбордистов, аквабейкеров, вейкбордистов и скалолазов. В 13.55 – запуск бассейна и спрейпарка. В 18.30 начнется вечерняя шоу-программа. Дискотека и праздничный фейерверк. Ходлайнер мероприятия – Элвин Грей. Важнейшие вопросы обсуждали сегодня в кабинете министров республики. На совещании, прошедшем в режиме видеоконференции, речь шла о погашении задолженности по налоговым платежам. На сегодняшний день общий долг по налогам в консолидированный бюджет республики превышает 7 миллиардов рублей. Как правительство и местные власти будут бороться с должниками, узнаете в нашем следующем сюжете. За счет бюджета оказывается социальная поддержка нуждающимся гражданам. Решаются вопросы строительства и ремонта дорог, благоустройства населенных пунктов, вопросы повышения качества жизни наших граждан, обеспечивается работа школ и детских садов, других социальных объектов напомнил президент. Удельный вес первоочередных социально значимых расходов в бюджете составляет более 75%. Все эти государственные функции мы сегодня выполняем в напряженных условиях. И самые главные тенденции к росту. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года задолженность выросла на 522 миллиона рублей или на 8%. Это, конечно же, недопустимо. Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Софиуллин назвал основные причины, по которым не уплачиваются налоги среди предпринимателей. Это снижение потребительского спроса, жесткая конкуренция на рынке сбыта, отсутствие правильной маркетинговой политики, а также сложности с предоставлением кредитных ресурсов. Отмечу, что у многих представителей бизнеса адаптация к новым условиям проходит достаточно тяжело. В совокупности, все эти факторы нередко приводят к дефициту оборотных средств и, как следствие, несовременной уплате налогового бюджета. Активно работать в области взыскания налоговой задолженности будут как правоохранительные органы, так и органы местного самоуправления, отраслевые министерства. Должникам будут применены все меры, предусмотренные законодательством. Согласно данным ведомственной социалистической отчетности, в первом полугодии 2016 года на принудительном исполнении в Управлении служащими приставами в Республике Татаса находилось 131 тысячи из планов производства на сумму 4,3 миллиарда рублей, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше практически на 800 миллионов рублей. Из них 74 тысячи документов на сумму 3,7 миллиарда рублей в отношении юридических лиц и предпринимателей и 57 тысяч на сумму 710 миллионов рублей в отношении юридических лиц. Президент Республики Рустам Мениханов поручил создать межведомственную комиссию, которая на постоянной основе будет контролировать вопрос погашения налоговой задолженности в бюджет Республики Татарстан. Глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайрулин поручил службам до конца этой рабочей недели распределить долги по категориям и готовиться к решению проблемы налоговой задолженности. К другим темам. Сразу три жительницы нашего района пообщались с мошенниками и лишились денег. В одном из случаев 66-летняя женщина перечислила злоумышленникам 10 тысяч рублей. Преступники действовали по уже привычной схеме. На мобильный телефон потерпевшей поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что ее сын стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Мошенник заявил, для того, чтобы сын избежал наказания, необходимо заплатить 10 тысяч рублей, что она и сделала. Лишь через некоторое время женщина решила позвонить сыну и после разговора с ним поняла, что стала жертвой мошенников. В других двух случаях женщины перечислили злоумышленникам 3 тысячи и 11 тысяч рублей. Полицейские уже установили, что абонентские номера мошенников зарегистрированы в Самарской области. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют перепроверять любую информацию, поступившую к вам от мошенников, и при малейших подозрениях немедленно обратиться в полицию. Альмитевский отдел ГИБДД приглашает всех представителей из прекрасного пола принять участие в ежегодном всероссийском соревновании среди женщин-автомобилистов «Автоледи-2016». Конкурс состоится в Альмитевске 25 июля. Для подачи заявок обращаться в 11 кабинет отдела ГИБДД. Телефоны для справок вы видите на своих экранах. Один из важных проектов, в котором принимает участие волонтеры нашего города – республиканская акция «Сессия здоровья». Недавно активисты закончили первый практический этап этого республиканского проекта. Каждую неделю они проводили мероприятия, которые направлены на пропаганду здорового образа жизни и профилактику употребления психоактивных веществ и ВИЧ-инфекций среди молодежи. Волонтеры устраивали спортивно-развлекательные мероприятия, флэш-мобы и массовые зарядки на свежем воздухе. О том, как проходили активные будни волонтеров и в чем заключается следующий этап проекта – подробнее у нашего корреспондента. «Сессия здоровья» – это совместный добровольческий проект, реализуемый на территории Татарстана, Волгоградской и Рязанской области. Участники сессии – активная молодежь, которая уже попробовала себя в роли волонтера или принимала участие в добровольческих проектах. Сессия проводится в два этапа – зимний и осенний. На осеннем отряд волонтера Альметьевска одержал победу в номинации «Лучшее добровольческое объединение». Во время зимнего этапа волонтеры разрабатывали пакет заданий, которые после воплотили в своем городе. Эти задания и были первым этапом регионального проекта «Сессия здоровья». Суть заключается в том, что каждую неделю мы проводим мероприятия, направленные на укрепление здоровья среди молодежи, подростков, школьников, а также профилактику психоактивных веществ и пропаганду здорового образа жизни. Первый этап длится три месяца. Всего за это время альметьевские волонтеры провели более десяти мероприятий, посвященных здоровому образу жизни. Активисты знакомили альметьевцев с проектом «Сессия здоровья», проводили флешмобы на открытом воздухе, организовали пробежки, квесты, акции и конкурсы, а также посещали детские дома, где тоже устраивали спортивные игровые праздники. Постепенно у нас присоединяется все больше людей, а также в наше добровольческое движение вливаются новые люди, новые волонтеры, которым мы очень рады. Первый пакет заданий альметьевские волонтеры выполнили. Теперь им предстоит пройти второй практический этап. Длится он будет два месяца, третий этап – четыре. Лучших участников проекта определят осенью. Победители представят Республику Татарстан на межрегиональном профилактическом слете в Казани. Пропаганда здорового образа жизни – в этом и заключается смысл республиканского проекта «Сессия здоровья». Для волонтеров такие проекты, как «Сессия здоровья» – еще один повод заявить, что в Нефтеграде есть активная молодежь, которая любит спорт и ведет здоровый образ жизни. А еще – это возможность показать, что каждый может придумать что-то новое и необычное для своего города. Радик Рахимов, Полина Сураева, Эрик Хабибуллин, Альметьевск ТВ. Это все новости на сегодня. А у нас в разгаре конкурс «Майо-лето». На нашем официальном сайте началось голосование за фотографии участников. Поддержите конкурсантов своим голосом. И, кстати, мы объявляем о новой номинации «Я люблю пляж». Сфотографируйтесь на новом городском пляже и пришлите нам свои фотографии. Принимаем работы до 20 июля. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова